Её называют создательницей уникального самарского кружева. Как говорит сама мастерица, это слияние в одном изделии гипюра и вологодских кружев. Альбина Арзаева, как клюшки, из рук не выпускает уже почти 60 лет. Уверяет, спит порой по полтора часа в сутки. Тонких, искусных, буквально сотканных из воздуха работы сделала не одну сотню. Салфетки, панно, элементы одежды. Поклонники творчества говорят, от этих вещей исходит тепло рук и души. И творит красоту Альбина Васильевна не на продажу. Исключение сделала лишь для подающего надежды итальянского дизайнера. Сайт у меня внучка своя открыла. И видно, немножко каклюшечно туда ввела. Она меня не допускает со своего сайта. И говорит, заказы есть один в Швейцарию, один в молодой итальянский кутюрье. Вот молодой итальянский кутюрье для меня вообще-то престижное. Вот я сделала два шарфа. Альбина Арзаева стала наставницей для многих поколений мастеров рукоделия. В Самарском дворце ветеранов открылась выставка, где мастерица представила и свои шедевры, и творчество учеников. Здесь десятки совершенно неповторимых работ. К примеру, портреты Пушкина и Гоголя, сотканные с помощью коклюшек. Эта выставка стала 14-й в Музее народных ремесел дворца ветеранов, сотрудники которого стараются сохранить и сделать модными. Плетение соломы, вышивку, кружево. Все наши богатства, все наши фонды, они в электронном виде. То есть по итогам каждой персональной выставки, сборной выставки, мы создаем электронную модель в 3D-формате, обеспечиваем, так сказать, передачу, передачу опыта, передачу знаний от наших ветеранов молодому поколению. Увидев в интернете, молодежь идет посмотреть на мастерство вживую. За три года работы в музее провели 250 экскурсий. Причем приобщиться к рукотворной красоте могут все желающие абсолютно бесплатно. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.